здравствуйте я в прямом эфире на своем же канале канале Наталья Разумовская и сегодня мы с вами говорим о двадцать четвертом году мне захотелось просто посмотреть знаете постоянно плохое настроение депрессия не знаю как у вас у меня так и поэтому хочется узнать двадцать четвертый год это все закончится это что оно будет двадцать четвертом я делала предсказания но получалось я делала двадцать второй двадцать третий двадцать четвертый то есть на двадцать четвертый год небольшое было количество к а сейчас я хочу посмотреть на все тридцать шесть к оно казалось бы ой когда-то двадцать четвертый год но поверьте мне так быстро пролетит этот год что не успеете заметить точно так как и я и поэтому давайте вот хоть какая-то надежда должна что человека быть что-то изменится что-то будет к лучшему что-то будет хорошо нашей жизни ну правильно поэтому хочу посмотреть двадцать четвертый год а так как я сама себе не могу смотреть такой порядок то я буду смотреть для вас ну и понятное дело подсмотрю для себя что же планировать в этой жизни куда направляться и так далее и тому подобное так давайте будем смотреть о наконец мы смотрим просто для женщины женщина это земля а земля это наше то где мы живем что-то случится землей и нам всем говорят мои дети капец вот такое вот будет дело земля планета такая серьезно казалось бы то ладно что она там для нас посмотрите что делается и бури и наводнения и всякие извержения вулканов и войны и но я не знаю мы как не откажется знаете какие-то тараканы которые возятся 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 по ним не понимает что той жизни вот такой маленький кусочек я уже очень много лет прожила же не хочется говорить сколько много и я понимаю что остается совсем немного так быстро жизнь полетает и стоит ее тратить на вот то что сейчас так творится но это такое безрассудство а наши дети только родились они же маленькие они же хотят жить нормально чтобы была тишина и порядок чтобы мамочка рядом была как копеечку когда-то дала не папа потом подойдут папе папа ту копеечку даст вот и тебе радость уже жизни точно как нам давали но нам и правда копеечки давали но для нас пять копеек был пирожок поэтому мне казалось что так много мама мне даст 15 копеек думаю ой это такие большие деньги одна копейка водичку попить но без сиропа правда купил пирожок и уже радости тебя полно денежки в твоем кармане а кто ж нашим деткам будет давать те копеечки кто вот и радовать его будет как можно вот довести до такого состояния детей мам которые детей родили все говорили женщина богиня потому что она рожает ребенка продолжение рода с его человечества тоже сейчас не думаю это женщина которая рождает ребенка чё ребенке не думает который родился это чё там помутнение в мозгах я понять не могу что произошло в голове учили что может произойти человека в голове я даже не представляю тебя кушать ничего есть я дома нету есть у тебя дома так смотрим вот женщина вот женщина мы смотрим двадцать четвертый год я вам должна сказать слава богу что те карты которые я смотрела на двадцать четвертый год но их было мало они рассказали мне почти то же самое что сейчас говорится смотрите смотрите что будет два к двадцать четвертому году это двадцать третий год вот окончание двадцать третьего года и к двадцать четвертому году денег нет здесь у всех будет нужда финансов деньгах и категорически нет деньги потому что будет что-то такое что они ли обесценится или что такое с ними случится что с деньгами вообще будет проблема я не знаю куда они денутся может вместо денег ведут какие-то другие даже не представляю что это может быть дальше что еще будет в конце 20 это мы какой смотрим двадцать четвертый да в конце двадцать третьего года договора какие-то будут заключаться и я вам скажу двадцать четвертый год просто замечательно просто карта лилии рядом карта сердца и карта стабильности наконец-то двадцать четвертый год показывает якорь все восстановилось все остановилось и идет так как было я не вижу глобальных перемен которые просто перевернуть жизнь но посмотрите космический порядок рядом с карты земли это говорит о том что ну вот что можно говорить мне такое впечатление что говорят о том что это должно было быть чтобы мозги у людей стали на место чтобы стали понимать что жизнь она вот такая маленькая что не стоит своего сына которого ты растил грудью кормил отдавать на войны где он будет мучиться погибать и страдать а ты будешь сидеть этот кусок хлеба кушать и спокойно будешь его кушать и будешь запивать водичкой или чаем а твой сын где-то будет страдать это вообще нонсенс вот для меня это вообще себе не представляет чтобы мой ребенок страдал это знаете вот смотрю видео и дети гибнут дети 20 лет что не ребенок это маленький для меня это маленький ребенок и как как можно вот это вот на это смотреть я это не понимаю и и когда вот люди начинают мне там писать вот надо там бороться и такие всякие так ты тоже не вечный вот ты пишешь сейчас гадости какие-то там хорошо ты написал бог с тобой у тебя такие взгляды но мы все придем к господу кто-то в одно время кто-то в другое ты придешь и будешь рассказывать какой ты умный такой вот прям начитанный и будешь стоять перед богом вернее скорее всего перед ангелами и архангелами будешь рассказывать почему ты так поступал так делал каждый придет туда куда придут все ни единый не избежит вот самое интересное скажите ни один человек не останется вечно на земле все равно сам организм будет в земле а душа поднимется с отчетом я так удивлялась когда считаю людей и нумерология есть крест а крест обычно трактуется это проклятие я думаю что можно было такого натворить что дети молодые получают этот крест как проклятие потом давай вспоминать это войны были это до седьмого колена проклятие идет и есть библии написана такая статья что за смертный грех вашего рода вы будете наказаны до седьмого колена до седьмого колена и сейчас эти вот люди они есть я с ними встречаюсь потому что они конечно притекают ко мне узнать почему что такое все живут нормально почему у нас одни неприятности и понятное дело ты уже не знаешь кто там у тебя в седьмом колене был а ты живешь прям сегодня и страдаешь по сей дней есть закон библии отменить его нельзя переписать его никто никогда не перепишет и это будет существовать всегда и поэтому те которые сейчас вот такой таким занимаются получат то же самое что род будет проклят до седьмого колена ой это я так отступление можно сказать но двадцать четвертый год вы знаете лилия это чистота а потом значит карта любви я даже удивляюсь что мы так быстро двадцать четвертый год вроде не так далеко мы наполнимся любовью мы начнем понимать что надо любить друг друга потому что все одинаковые ручки ножки голова цвет неважно язык мозги все 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 один в один когда рождаются у кошки котят один рыжий другой белый другой черный мы всех котят любим одинаково они для нас такие красивенькие особенно если свои да и ты каждый смотришь на него и думаешь боже это так красиво а этот по этому а этот потому что беленький и все и все мы не распределяем это черный котенок этот белый а этот такой этот плохой этот хороший все котята хорошие потому что котята не вырастут и не будет оружие в руки брать они просто будут бегать мяукать вырастать больших кошек так и у нас не знаю почему я даже не знаю почему я думаю что это вот внушение так людей но я не знаю если ты здравомыслящий то ну как мне можно внушить что-то другое ну почему мне ничего не внушили я вот всегда уделяюсь почему мне внушить бесполезно потому что у меня всегда было свое мнение но я смотрю сейчас люди образованные то есть имел образование учил там все что нельзя сказать что ты не понимаешь все что происходит да и говорит такой бред но думаешь господи это как может быть что там должно у человека в голове перевернуться когда ты можешь смотреть на то как ребенок умирает как можно смотреть на то как умирает ребенок это для меня вот знаете уже все это вот последняя черта при которой если человек и так делает для меня он не существует вообще я не знаю почему может моя нумерология предрасполагает я очень люблю детей и себе даже представить этого не могу это для любой мамы для любого отца такое горе когда ребенок тяжело болеет и умирает это ужасное горе это не пережить никогда и всю жизнь помнят этого ребенка и всю жизнь любят его а теперь значит можно на это смотреть и говорить ну и что они так должны умирать а эти женщины беременны табу это какой-то мрак это какой-то я не знаю это какой-то люцифер который рассуждает но нормальный человек так не будет рассуждать ну вот скажите мне где бы ты ни жил там в Африке в Периафрике я не знаю но нормальный человек так рассуждать не может а если он так рассуждает это уже не человек это уже люцифер вселился в этого человека и он не может сам собой распоряжаться опять съехала давайте говорить про двадцать четвертый год здесь говорится о том я не знаю как это будет но я должна говорить как есть эти бумажные деньги будут на что-то заменены потому что денег вот так вот в руках ты уже держать не будешь а это будут какие-то деньги может электронные я не знаю даже все-таки это будет двадцать четвертый год потому что я не вижу в руках у людей деньги есть и это придумает какой-то мужчина и это уже кстати придумано я не вникаю в это честно говоря не очень-то сижу в интернете ну знаете мой возраст уже позволяет мне мозги так поставить на привязь пускай отдыхают и поэтому я не знаю что это за мужчина который может такое сделать что уже бумажных денег не будет а деньги какие-то между это в двадцать четвертом году наведется порядок чистота и вот как-то знаете карта белой лилии это порядочность это карта дворянства это карта вот честности вот вспомните мы про дворян читали да вот что-то сделал не так и его уже не будут принимать нигде его принимать не будут потому что этот человек сделал какую-то неправильную ошибку потому что сделал не по-честному сделал как-то грубо и прочее и прочее и уже его исключить могли из дворянства и забрать все его награды вот так я считаю это правильно здесь у меня показывается двадцать четвертом году лилия белая и рядом сердце и рядом якорь это говорит о том что будет исповедоваться вот такое честность и порядочность для меня вот я не знаю как для вас для меня вот эталон это дворяне это люди которые но действительно честность была на первом месте и если что-то ты нечестное совершал тебя просто из общества выкидывали дальше продолжал жить конечно но уже своей жизнью и это было правильно дальше смотрите под ногами звездное небо а звездное небо это космический порядок к которому мы придем в двадцать четвертом году это вот то что я вам всегда рассказываю что такое космический порядок это как рождается человек потом ясли садик школа пускай будет это университет работа замужество дети и ты приходишь в конце жизни потому что смотрите звезды вот так стоят на карте я вам сейчас даже покажу видите они стоят так вот первая звезда ты поднялся выше 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 ну и в конце понятная бесконечность карта заканчивается и бесконечность которая мы знать не знаем что там творится будет с нами твориться если бы знали может и мне бы спустили бы нам хоть чуть-чуть от того что с нами будут делать за наши ошибки хоть бы показали маленькую картиночку чтобы мы знали что там будет может люди бы успокоились потому что никому не хочется мучиться и страдать так что дальше да вот деньгами да и тут вот деньги показывается капец бумажных денег нету ну пускай по своей ноге мы будем продолжать развиваться я так понимаю все плохое остается в тех годах потому что смотрите что еще вот какая вот в двадцать четвертом году почему-то мало детей будет рождаться потому что не от кого будет рождать детей да потому что мужчины сейчас лягут в землю сырую и от кого будут рождаться дети вот аист у меня и аист летает и брак вроде есть или вот желание и дом вроде есть и жилье вроде есть а аиста нету и еще да знаете что мне идет в голову вот те люди которые сейчас очень часто стали обращаться ко мне не могут забеременеть нету детей я поначалу думала это природа это здоровье вот что-то там нарушилось и так а потом я поняла что это одно из наказаний вот свыше не дают продолжения рода и все я знаю таких людей у которых было четверо детей у четверых детей не было не было у мамы с папой было четверо детей а продолжение рода ни у кого не было детей то что будет сейчас после этого всего то наверное будет то же самое крест же он будет сатана будет подружен туда где он должен быть Люцифер помните изначально я делала предсказания и первую карту которую я достала это был Люцифер я вам показала и сказала смотрите что будет твориться Люцифер с нами Люцифер вот сейчас все то что он делает знаете вот как говорят он сейчас управляет мозгами людей и типа нужно простить людей потому что он сильный Люцифер очень сильный и поэтому люди не могут сами справиться с этим понятием ну может так нужно говорить но я этого не могу принять пока я это принять не могу потому что кто его знает знаете потому что Люцифер это ж такая господи прости не буду о нем говорить потому что не хочу не хочу о кстати давайте посмотрим где мои карты о вот они мы посмотрим на двадцать четвертый год вот я так много рассказала да давайте я помешаю эти карты и мы с вами посмотрим кто же кто же будет с нами какой архангел двадцать четвертом году двадцать четвертом году какой будет архангел с нами господи помоги дай нам хорошего архангела тут мы уже успокоились так двадцать четвертый год и смотрим господи так боже мой Люцифер ой мамочки мои родненькие вот такие это дела друзья мои поэтому у меня показывается вот здесь крест а здесь но 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 я не могу сказать что он будет править я могу сказать что может он быть до двадцать четвертого года потому что дальше идут карты вот видите по низу вот у планеты земля карта женщины гроб а его правление здесь преисподней вы знаете и вот под землей под женщиной идет вот такая карта то есть скорее всего давайте посмотрим двадцать второй год не начало года потому что вот в начале года идет знаете как просто может его хотят туда отправить где он царство у него и он там правит вопросов нет мы смотрим на двадцать четвертый год полностью на целый год кто будет править а не хочу смотреть не хочу смотреть вроде бы тишина покоя вроде бы все нормально но такие правители которые будут я бы не хотела видеть честно говоря но уже будет как будет давайте знаете как давайте мы проживем двадцать второй год давайте проживем двадцать третий год потому что власть все равно меняется меняется у нас с вами власть правильно и меняется даже так как когда ты даже не думаешь она возьмет и поменяется ну там правят и знают когда менять власть может к тому времени все изменится и будет совершенно другой понимаете как сложно когда Люцифера выпускают его отправить назад там где он правил очень тяжело очень сложно для этого все люди все на всей планете должны сплотиться и сказать что для нас единый Бог у нас есть единый Бог давать ему силу давать ему молитвы свои чтобы у него была сила борьбы с вот этим вот ну вы же Библию читали знаете что изначально они были одинаковы по силе и потом когда пожелал власть Люцифер была борьба ему дали другое царство и он там царствует ну а сейчас ему захотелось поцарствовать среди нас поэтому может и вот голову внушает вот такие разные ну здравый нормальный человек женщина которая родила ребенка но она не будет желать смерти другому ребенку сто процентов не будет ну как я могу у соседки ребенок я с ней поссорилась она там не гадости наговорила пускай да и я буду желать смерти ее ребенку в жизни никогда потому что ребенок тут при чем мама там по своему характеру у нее есть а ребенок при чем который на тебя вот эти реснички голубые в глаза смотрит и воспринимает тебя такой же мамой как у него есть он страха не знает он любит всех ну в общем у меня целое получилось не предсказание а хм такое будем смотреть будем смотреть не вижу плохого в двадцать четвертом году потому что ну по другому вся карта ложится но вот то что вот вот это вот надо рубикон какой-то пройти что для этого нужно делать вы знаете я наверное даже посмотрю что для этого нужно сделать чтобы все люди а как им сказать всем людям кто будет слушать каждый думает что он сам царь и бог на этой земле но оно не тут то было пока ты спокоен пока у тебя все хорошо и потом в один момент все переворачивается и все потому что ты молчал ну то есть вот и все и поэтому приходит Люцифер и говорит я тут хозяин а Люцифер уже рассказывает совершенно другие вещи как жить и как сражать детей в общем так немножко я подрастроилась но ничего страшного давайте подождем еще двадцать второй двадцать третий придет двадцать четвертый и будем смотреть почему так дорого правит Люцифер почему 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 все пока не